Все больше и больше искушений, которые очень давно уже возникли, сначала на Западной Церкви. Некое великое искушение возникло сначала в Западной Церкви? Ну не только, оно было еще и с самого начала возникновения. То есть предмет критики Осипова, некое все больше и больше искушение, возник не на Западе, как сперва хотел сказать профессор, но с самого начала, с самого возникновения христианства. Что же это за великое искушение? Возникшее с самого начала христианства и со временем приобретшее особые масштабы, ставшее литмотивом всего все больше и больше искушения – это вероучение. Все больше и больше искушения. Оно было еще и с самого начала возникновения, но приобрело особенные масштабы и стало практически литмотивом всего. Что такое? Вероучение. Правильное вероучение. Хорошее? Хорошее. В этом суть христианства, да? Чтобы понять масштаб совершаемого профессором Переборота, обратимся к одному из предыдущих наших видеоматериалов, где приводился ответ крупнейшего богослова XIX века, митрополита Макария Булгакова, на вопрос, подобный заданному Осиповым. Суть христианства в правильном вероучении. Истина христианского откровения, заключающегося в священном писании и священном предании, разделяется на два рода – на истинной веры, которая должна усвоять умом верующим, и на истинной деятельности, которая должна усвоять волею и осуществлять жизни. Истинные веры подразделяются еще на два класса. Одни относятся к самому существу христианской религии, как к восстановленному союзу между Богом и человеком, и содержат учения о Боге и его отношении к миру, и в особенности к человеку, определяя, во что и как должен веровать человек, чтобы спастись, а потому и предлагаются нам, как непререкаемое и неизменное правило спасительной веры. Как видим, правильное вероучение относится к самому существу христианской религии. Но какой ответ дает на свой вопрос сам Осипов? Видит ли он в правильном вероучении суть христианства? Чтобы сгладить эффект от столь открытого выпада против православной веры, Осипов сперва назвал ее «хорошей вещью». После чего тут же переворачивает все с ног на голову. Это суть христианства, да? Нет. Пользуясь невежеством своих слушателей, Осипов задает вопросы, чтобы вызвать в них замешательство и внушить им свое воззрение. Много ли Христос говорил о вероучении? Прежде чем ответить на данный вопрос, необходимо знать, каким образом Господь наш Иисус Христос совершил наше спасение, Каким образом Господь Иисус совершил наше спасение? Пришедший на землю, чтобы спасти нас, Господь Иисус сам благоволил называть свой великий подвиг, через который Он действительно спас нас, служением человеческому роду. Сын человеческий, не приидя, говорил он, да послужит ему, но послужите и дайте душу свою избавление за многих. В чем состояло это служение его? Показывает самое его имя Мессии или Христа, Помазанника. Имя, которое издревле в Церкви Божией давалось только лицам, помазанным от Духа Святого, пророкам, первосвященникам, царям, и которое в преимущественном смысле усвоено ему, нашему Господу, как помазанному по человечеству от Бога, елеем радости, паче причастник своих, и как совместившему в одном лице своем, в превосходнейшей степени, все три означенные виды помазания, и пророческого, и первосвященнического, и царского. Он спас нас, первое, как пророк, давший нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем воистине Сыне Его и Иисусе Христе. Второе, как первосвященник, принесший самого себя в жертву за грехи мира, и таким образом удовлетворив за нас правде Божией. Третье, как царь, разрушив державу смерти и ада, и приявший от Отца всякую власть на небеси и на земли, да даст нам живот вечный. То есть Господь и Иисус совершил наше спасение через тройственное свое служение человеческому роду, пророческое, первосвященническое и царское. Понятие о пророческом служении Иисуса Христа и истинность Его служения. Служение ветхозаветных пророков состояло вообще в том, чтобы по вдохновению свыше возвещать людям волю Божию, и наставлять их, вразумлять, укреплять в истинной вере и благочестии. Соответственно тому, и служение Господа Иисуса, как величайшего из пророков, которого ветхозаветные пророки были только провозвестниками и прообразами, выразилось в том, что Он возвестил людям во всей возможной полноте ясности волю Божию о спасении мира, и преподал им новый, совершеннейший закон веры и благочестия, спасительный для всего человеческого рода, как совершил Господь Иисус свое пророческое служение и сущность Его проповеди. Пророческое служение свое человеческому роду Господь совершил двояким образом. Сначала, непосредственно, когда достигнув 30-летнего возраста жизни, Он вступил в должность общественного учителя, и около трех с половиной лет до самой своей кончины обходил грады и веси земли иудейской, и всюду благовествовал Евангелие Царствия. Потом, посредством учеников своих, которых Сам же предварительно избрал и нарочито приготовил к делу учительства, которых, кроме того, по вознесении своем на небо облег силую свыше, и которые, по заповеди Его, пронесли учения Его по всей земле, возвестили всем народом и устно и письменно передали церкви на все времена. Это учение объемляет собой все существо религии восстановленной, и состоя из двух частей, закона веры и закона деятельности, всецело направлено к одной великой цели – спасению человека. Сущность закона веры Сам Христос выразил в следующих словах. «Так, о возлюбив Бог мир, яко и Сына Своего Единородного дал есть, да всяк веруя в Он не погибнет, но и мать живот вечный, или сей есть живот вечный, да знают тебе, единого истинного Бога, и Его же послал Иси Иисуса Христа, и соответственно тому, в частности, учил первое – о Боге высочайшем и совершеннейшем духе, едином по существу, на троичном лицах, самобытном, вездесущем, всеблагом, всемогущем, творце и промыслителе вселенной, который отечески печется о всех своих тварях, в особенности же о человеческом роде. Второе – о самом себе, как единородном Сыне Божием, пришедшем в мир для примирения и воссоединения человека с Богом, о своих спасительных страданиях, смерти и воскресении. Третье – наконец, о человеке падшем, поврежденном и о средствах, как он может восстать и усвоить себе спасение, может возродиться, осветиться, воссоединиться с Богом через своего Искупителя и таким образом достигнуть вечно блаженной жизни за гробом.